Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Мы продолжаем наш эфир, ежедневный эфир Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас его вторая часть, которая называется Бизнес-класс. Сегодня, может быть, не совсем стандартный для темы, для нашей программы. Тем не менее, тема важная, и не случайно мы сегодня именно об этом говорим, потому что совсем недавно состоялось некое важное событие, ключевое событие, информационным поводом, который и явился наш сегодняшний эфир. Давайте я по порядку обо всем этом расскажу. Во-первых, на какую тему мы сегодня разговариваем в бизнес-классе. Тема такая. Открытая дискуссия, как путь к открытому бизнесу. Среднесрочные перспективы российской экономики. Рецессия или рост. Это что касается перспектив и текущей ситуации. И мы поговорим о вкладе банковской системы, собственно, в эту самую российскую экономику. С удовольствием представляем его гостя. Сегодня в студии Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Добрый день, Горегин Ашуточ. Добрый день. Ну и тот самый информационный повод. Давайте я подробно сейчас, как могу, по крайней мере, озвучу. Итак, 5 декабря на площадке Высшей школы экономики состоялась открытая дискуссия, в рамках которой доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии наук, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, вместе с доктором экономических наук, президентом Российской союза промышленности и предпринимателей, президентом Высшей школы экономики Александром Шохиным, доктором экономических наук, исполнительным вице-президентом Российской союза промышленности и предпринимателей, председателем Совета Ассоциации России Александром Мурычевым и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ, экспертным заместителем председателя Банка России Геннадием Меликьяном, обсудили тему «Среднесрочные перспективы российской экономики. Рецессия или рост вклад банковской системы». Ну, собственно, эта тема перекликается с темой, с названием нашей сегодняшнего эфира. И вот я так понимаю, что по результатам, да, этого, этой открытой дискуссии мы сегодня и будем беседовать с моим гостем Григином Татуньяном. И я с удовольствием послушаю, конечно, и ваше мнение прежде всего, и ваши комментарии по поводу выступлений ваших коллег. Давайте начнем, и начнем, наверное, с вашего мнения все-таки, да. Потом мы подключим и послушаем точнее, да, что говорили, что говорили на этой открытой дискуссии ваши коллеги. И так, говоря о перспективах российской экономики, что можно было бы прежде всего сказать. Григорий Нашович, микрофон только. Ну, первое, что я скажу, это о самой открытой дискуссии, что это за мероприятие. Должен сказать, что оно недавно организовано как регулярное мероприятие. Мы намерены проводить его каждый месяц, более того, даже в декабре месяце получится, что мы дважды проведем, потому что 5 декабря мы планировали в конце ноября, а теперь получилось сдвинули на 5 декабря. И 26 декабря мы еще проведем. И так, в конце каждого месяца мы намерены собирать наиболее таких интересных и видных участников финансового рынка, чтобы с ними в режиме дискуссии 3-4 человека обсуждать те актуальные темы, которые нам жизнь подбрасывает, к сожалению или к счастью, еженедельные и даже не ежемесячные. Да, еженедневно порой. Иногда ежедневно, да. Значит, в данном случае мы обсуждали перспективы развития или стагнации, но это одна из тем, а тем у нас много, сейчас принимается уже окончательно закон о кредитовании, это версия закона проекта о потребительском кредитовании, только называется сейчас закон о кредите. Значит, у нас много других тем связанных, в том числе и вот событиями на рынке, которые всех интересуют, потом итоги года, потом валютные курсы. И Ассоциация Российских Банков выдвинула идею, что это все должно быть публично обсуждаемым, чтобы мы бы знали разные точки зрения людей, которые являются знаковыми фигурами на рынке, это и руководители регуляторных органов, и руководители банков, и руководители таких известных организаций, как РСПП, ТПП, АСВ, и вот у нас есть договоренность, что это будет с приглашением каждый раз одного из государственных структур, другого из общественных, третьего из банковских, и мы в свободном режиме, но изюминка заключается в том, что выбирая площадку одного из вузов, мы рассылаем в десятки вузов по стране информацию о том, что вы можете присоединиться, вы можете нас видеть коллективно на экране, в онлайн режиме, вы можете, соответственно, задавать коллективные вопросы, мы им будем отдавать предпочтения и будем отвечать на них, но вы можете также и участвовать в индивидуальном плане, но гарантия, что мы каждому индивидуально ответим во время прямого режима, это вряд ли. И вот в результате получилось, что мы уже трижды провели, первый раз там 60 институтов, вузов подключилось, второй раз 30, третий раз тоже около 30, мы никого ни к чему не обязываем, это всего-навсего возможность для участия, и в этом диалоге оказывается, что, в общем, довольно интересны разные вопросы, очень интересно узнавать из разных регионов, от разных вузов, от разных специалистов, и в то же время интересно слушать вот такую очень активную и эмоциональную, содержательную реакцию участников, в данном случае и Меликян, и Шохин, и Мурычев, и там участвуют также директоры института банковского дела, вышки Солодков и ряд еще других экспертов, которые вживую присутствовали. Потом, да, иногда подключаются и в режиме двустороннего видео, но это когда возможности такие есть, хотя мы на этом не настаиваем, нам достаточно, чтобы нам присылали по интернету. И дискуссия, как вы потом, надеюсь, вставки некоторые дадите, Да, мы планируем. Они, значит, была достаточно такая живая, потому что на самом деле сегодня встает вопрос, все-таки мы что ставим во главу угла? Стабильность, спокойствие, устойчивость, или мы ставим во главу угла развитие, а спокойствие, стабильность являются инструментом для того, чтобы это развитие было устойчивым, последовательным, долгосрочным, а не только стабильность ради стабильности, когда можно заморозить все, и тогда будет абсолютная стабильность. И еще один момент, мы отмечали, и даже там я некоторые слайды демонстрировал, дело в том, что мы сегодня по темпам роста уже стали отставать, роста ВВП, уже стали отставать не только от, соответственно, стран БРИКС, но мы стали отставать уже от таких, как Япония, Швейцария, соответственно, то есть стран достаточно развитых, то есть европейских, и не только европейских стран, и это рискует нас еще больше отбросить на, так скажем, недостойное для нашей страны место по экономическим возможностям. Так что тема требует... Да, и это корреспондируется, конечно, с уровнем развития банковской системы. Конечно, для банков очень важно, чтобы они были бы достаточно устойчивыми, надежными, но очень важно, чтобы и динамика кредитного рынка была на должном уровне, потому что для 3-4% роста ВВП 20-25% роста кредитного рынка необходимы. А если мы сдерживаем развитие кредитного рынка на уровне 10-12%, то мы опускаемся вот на эти 1,5-1,7% роста ВВП, что совершенно недопустимо. Вот сегодня мы третий квартал этого года к третьему кварталу предыдущего года на уровне 1,5%. Но это не лезет ни в какие ворота. И эту проблему надо обсуждать. И обсуждать, конечно, не просто на популистском таком уровне, а на уровне профессионалов из разных вузов, из разных экспертных групп. Это очевидно. Я хотел бы как раз и уточнить по поводу того, насколько охотно те самые профессионалы в эту дискуссию идут. Удивительно, с удовольствием идут. Потому что у людей есть потребность, вообще это свойственно, видимо, человеку, потому мы социальные существа, чтобы донести свою позицию. Донести, причем сегодня нам интернет дает возможность доносить ее публично, не кулуарно, не закрыто, не подстраиваясь под чье-то удобное и высочайшее мнение, которое там похвалит или по головке погладит. А понимаешь, что перед тобой огромная аудитория, а когда к тебе подключаются более 30 вузов, то ты понимаешь, что тебя слушает новое поколение, тебя слушают и преподаватели тоже, и студенты, и аспиранты. И ты имеешь возможность формировать общественное сознание. Ты можешь культивировать и воспитывать вот эту культуру публичного отстаивания своего мнения, а не кулуарного, какого-то подковерного, какого-то закрытого. Вот мы так считаем. Как вы помните, да, в сталинский период было, есть мнение, есть мнение. Чье мнение? Объясните, аргументы приведите. Мне неинтересно, есть оно или нет. Мне интересна аргументация этого мнения. В этом смысле я представитель по первому образованию естественных наук. Вот в естественных науках, я физик по первому, нельзя сказать, есть мнение, надо сказать конкретно, что из чего следует. Спасибо огромное, Григорий Григорьевич. Сейчас мы прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем открытую дискуссию, как путь к открытому бизнесу. Недавно прошедшее мероприятие 5 декабря на площадке Высшей школы экономики. В гостях у меня Горьгин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Я напомню вам, уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы или делитесь собственными мыслями по поводу объявленной сегодня темы. Кстати, мы говорим в рамках открытой дискуссии о среднесрочных перспективах российской экономики. Ну и я предлагаю сейчас послушать одно из выступлений. И первое вступление это Геннадий Меликян, член наблюдательного совета банка ВТБ, профессор экономического факультета МГУ. Бывший первый зампред Центрального банка до конца прошлого года. Это важно, это важно. Для того, чтобы говорить о том, а что же нам делать, как нам быть, сначала надо все-таки реально оценить ситуацию. Что сегодня в стране происходит. После этого можно говорить о том, что будет в перспективе, можно будет говорить о том, что надо делать и так далее. И в этой связи я хотел бы некоторые точки расставить на «ды», потому что мне представляется, что, к сожалению, оценка сегодняшней ситуации, она не всегда адекватна, на мой взгляд, тому, что реально происходит. Что такое у нас сегодня рецессия? Считаю, что нет. Почему нет? Потому что есть классическое понимание рецессии, это когда два квартала подряд идут отрицательные приросты по макроэкономическим показателям. У нас такого пока нет, хотя промышленность уже с минусом. ВВП показ очень маленьким, но плюсом. То есть мы пока в рецессию не вошли. Но, с другой стороны, у нас в этом плане ситуация очень тревожная, потому что у нас были тучные годы, 2000-е, ну не весь период, но какой-то период, до середины 2008 года. Вы помните, что мы стали проваливаться, ну кто следит за цифрами, мы стали проваливаться с середины 2008 года. Уже тогда в мире кризис по полной программе разворачивался, он начался во второй половине, может быть, где-то в конце в некоторых странах, 2007 года. 2008-й уже полностью охватил и развитые страны, и многие развивающиеся. Что у нас? Рост продолжается? Ну продолжается вроде бы, но такой вялый, который, ну мягко говоря, не может нас удовлетворить. Не может удовлетворить почему? По многим обстоятельствам, здесь Александр Николаевич уже говорил, Игорь Геннадошоточ об этом говорил. Почему он нас не может удовлетворить? А. Он не решает никакие ни социальные, ни экономические проблемы. Вот цифры приводил Александр Николаевич для того, чтобы решить хотя бы те вот социальные проблемы, о которых говорил президент, когда вступал вот в этот свой срок новый. Надо как минимум иметь прирост ВВП 4%. Мы по этому году будем иметь, наверное, ну сейчас идут споры, вы знаете, там 1,5, 1,3, кто-то говорит 1,6 больше оптимистов. Я считаю, что мы где-то там на уровне 1,3-1,4 будем иметь прирост. Это совершенно недостаточно. Кстати, я хочу как раз уточнить цифры, которые я тоже называл. Сегодня третий квартал, к третьему кварталу прошлого года 1,2% в России. Китай 7,8%. Понимаете? Разрыв, да? Индия 4,4%. Ну а впереди нас там Канада 1,4, США 1,6, Польша 1,9, Норвегия 2,1. То есть здесь очень важно и вот понимать, что нам недопустимо на этом уровне оставаться. И опять же, если завершить мысль относительно того, что есть мнение, я говорил о естественных науках, то там мнение всегда должно подтверждаться конкретными выкладками. Все это счетные задачи. Понимаете? Если мы считаем, что нас устраивают такие темпы, это одно. Если мы считаем, что нас не устраивает, тогда нам надо понять, как мы финансово-кредитную систему должны настроить на то, чтобы она бы обеспечивала должный рост. А не просто заговаривать, что хорошо бы, чтобы были низкие процентные ставки, и хорошо, чтобы все было бы стабильно и спокойно. Ну да. Ну вот здесь можно предположить, что каждый решает просто свою задачу, или может быть зацикливается слишком локально решение своей задачи, не думая о том, что есть взаимосвязи с экономической действительностью. Ну для этого и есть понятие единое государство, и как бы синхронизация общества и государства на одни цели. Все правильно. Хорошо, спасибо, Григорий Иванович. Давайте вернемся вот к выступлению Геннадия Георгиевича. Ну, во-первых, два слова буквально, хотя понятно, что здесь терминология может не имеет принципиальное значение, но тем не менее, рецессия и не рецессия в России. Вот привел он конкретный пример. Нет, он абсолютно прав. Конечно, рецессии нет. Конечно, речь идет о том, что мы в стадии стагнации, близкой к стагнации, и это уже не есть хорошо, хотя стагнация – это, так скажем, та же форма стабильности, когда ничего не меняется, но надо, конечно, понимать, что для нас недопустимо. Это тот вариант, что отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Уже хорошо, и с другой стороны, действительно, никаких оснований для панических ожиданий, каких-то кризисов в этом смысле нет. Но меня лично не успокаивает, когда нет ожидания кризиса. Меня пугает, когда есть ощущение отсутствия движения вперед. Ведь все движутся, весь мир, вся вселенная в движении находится, и без должного уровня, и без должного масштаба такой страны, как наша, должного масштаба роста, развития с учетом наших инфраструктурных проблем, социальных задач, которые стоят, уровня жизни, которая перед нами, тоже одна из важнейших социальных задач. Невозможно успокаиваться только тем, что все хорошо, потому что, ну, ничего плохого нет. Это недостаточно. Для амбициозных людей, для амбициозной страны, в хорошем смысле слова, а мы, я надеюсь, амбициозная страна, мы ставим задачи, да. Если бы этого не было, не стоило бы все это затевать, конечно, конечно. Ну, и возвращаясь к цифрам, абсолютно, опять-таки, я согласен с Евгением Георгиевичем, он говорит, приводит конкретные факты, и вроде бы, да, экономика растет, скромно, но тем не менее растет, уж бог с ними, со сравнениями, с Китаем вообще лучше эту цифру рядом не ставить. Вот, но объективно, да, экономика растет, но при этом никак этот рост не отражается на, на, собственно, гражданах Российской Федерации. Вот это, наверное, самое главное. Нет, на самом деле отражается, если брать за последние десятилетия, полтора, тем более, десятилетия, если взять, то, на самом деле, конечно, уровень жизни объективно повысился. Повысился. И многие, понимаете, легко всегда, проще, точнее, не легко, но проще, конечно, выявлять недостатки критически их. И это очень важно, это в первую очередь надо делать, потому что просто хвалить самих себя и говорить, ой, как хорошо, это ты как раз для стагнации очень характеристик. Ну, в этом случае себя говорят, критика конструктивной должна быть. Да, 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 но на самом деле, но объективно надо говорить и о позитиве. Позитив есть, безусловно. И по уровню, кстати, качества банковской системы, вот сейчас, сейчас многие в таком взбудороженном состоянии, а она, на самом деле, если взять, по сравнению с пятилетним, десятилетним периодом, качественно выросла банковская система. Но, несмотря на это, тем не менее, центральный банк говорит, да, выросла, безусловно, мы понимаем, что очень много достигнуто. Но, тем не менее, отчетность должна быть более такой адекватной. Сомнительных операций должно быть минимизировано. Сомнительные операции должно быть, в общем-таки, планка требований повышена. И банки в этот период напрягаются, выражают, действительно, особенно, если речь заходит о возможности лишения лицензии, это, безусловно, реакция негативная. Но, когда проходит время, и когда ты понимаешь, главное, чтобы здесь не было бы перекосов, перегибов. Но, если, когда проходит время, то, я вам должен сказать, вот после восьмого года, спустя два-три года, мне многие коллеги говорили, а все-таки, действительно, мы ведь стали намного, намного устойчивее. И качество портфеля наше выросло. И, в общем, это благодаря регулятору. Весь вопрос чувства меры. Нельзя перегибать. Ну, вот этот перегиб опять связан с чем? Мы не случайно сегодня известную фразу вспоминали из прошлого нашего далекого. Есть мнение. То есть, этот перегиб может быть связан опять с негативом административности. То есть, опять мы говорим о проблеме личности, может быть, даже. А вот для этого открытые дискуссии очень важны. И чтобы были бы услышаны разные мнения, факты, примеры. Причем, что очень тоже надо отметить в качестве позитива в адрес Центрального банка, они умеют слышать и они готовы в открытой дискуссии чужую точку зрения тоже воспринимать. Спасибо огромное. Мы сейчас прервемся. Рубрика «Вне времени» в эфире «Финам.ФМ». Потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на «Финам.ФМ». Говорим сегодня об открытой дискуссии, как пути к открытому бизнесу, недавно состоявшиеся, как я уже неоднократно повторял, 5 декабря на площадке Высшей школы экономики. По инициативе Ассоциации российских банков. «Открытая дискуссия». И, собственно, в гостях у меня Григорий Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Обсуждаем мы темы, которые на этой открытой дискуссии обсуждались и, собственно, будут обсуждаться в дальнейшем. Потому что, я так понимаю и надеюсь очень, мы вместе с Григорий Тасунян, надеемся, что это будет регулярное мероприятие. Потому что очевидно, что оно нам с вами необходимо. Давайте, продолжая наш эфир, еще раз послушаем выступление Геннадия Миликьяна на этом мероприятии. Если смотреть на статистику, анализировать реальное положение дел, то у нас практически с конца 80-х, не 90-х, а с конца 80-х годов провалилась полностью вся инвестиционная сфера. То есть, норма накопления резко упала. Практически мы активно в развитии основных фондов по широкому кругу. Какие-то отрасли имели приоритет. Но если брать в целом, то мы вкладывали гораздо меньше, чем это нужно для, ну, даже нормального, не быстрого, не мощного, а даже нормального развития. Ну, я вам приведу некоторые цифры, чтобы они продемонстрировали, как обстоит дело в мире и как у нас. Вот у нас инвестиции в основной капитал от ВВП составляют сегодня, ну, где-то колеблется вокруг 20%. Кстати, какой-то период, там, 10-15 лет назад, это еще меньше цифра была. То есть, где-то там 17-18%. Ну, ясно, что такой прирост по опыту мировому, вернее, такие цифры на инвестиции в основной капитал, они никакого роста не дадут. В Китае в лучшие времена было, вот когда они росли, там, по 10-10,5%, у них было где-то 35-36%. В Европе сегодня, которая имеет производственный аппарат во многих сферах, гораздо более развитый, чем наш. И с точки зрения срока службы, он гораздо моложе, и с точки зрения его технического состояния, технического уровня, и то там больше, чем у нас, на 3-5 пунктов. Все страны, которые быстро развиваются, вот возьмите Юго-Восточную Азию, у них больше 30%. Еще раз подчеркну, что у нас, вот сегодня, по этому году, мы идем где-то на уровне, там, 19-8-20%. То есть, потенциала для реального развития экономики нет. С другой стороны, откуда взять ресурсы? Более того, по этому году, учитывая, что роста нет, фактически произошла некоторая корректировка. Если смотреть на цифры, то видно, что уже в прошлом году, при падении темпов экономического роста, для того, чтобы поддержать доходы населения реальные, вынуждены были пойти на некоторое перераспределение ресурсов. И у нас в этом году затраты на, расходы на инвестиции в основной капитал почти не выросли. Даже по многим параметрам упали. Спасибо, спасибо за включение. Григорий Георгиевич, вот вы еще раз, да, выступление Георгиевича послушали, касаемо инвестиций в основной капитал. Он приводит примеры, которые, опять-таки, не особенно радуют нас с вами. В чем причина? Вопрос не в том, чтобы они нас радовали, а в том, что он обращает внимание на то, на что надо сконцентрировать действительно усилия, и причины лежат все-таки в инвестиционном климате. И на это уже обращаю внимание и глава государства, и об этом говорят очень многие эксперты, о том, что мы должны сделать все, чтобы инвестиционный климат привлекал капитал. Когда мы говорим об оттоке капитала, там, вы знаете, что прошлый год это 84 миллиарда оттока, в этом году где-то за 70 тоже заходит, это, конечно, абсолютная цифра, ни о чем не говорит, потому что отток капитала, движение капитала – это нормальный процесс. То, что он движется в одном и в другом направлении, то, что мы, если бы капитал был бы только в одну сторону, то это означало, что мы не инвестируемся в другие страны, а почему, собственно говоря, если мы далеко не самая бедная страна, да? То есть, когда мы имеем реальные вложения в... Кстати, Китай в этом смысле огромные инвестиции осуществляет там и в Африку, и в Азию, и во многих-многих регионах, в этом нет ничего плохого. Но когда мы говорим о другой составляющей вот этого оттока, когда капитал, в том числе частный, уходит не для инвестиций, а для, так скажем, для того, что называется безопасным... Сохранения, да. ...сохранения, да, при всем при том, что у нас сохранение гораздо более эффективное. У нас в банках процентные ставки такие, что... Гораздо выше, конечно. ...весь мир завидует нашим вкладчикам, которые могут получать по 8, 9, 10 и даже по 11-12 процентов, да, по своим вкладам. Такого нет нигде. 1-2 процента – это уже 3,3 – это просто бешеный процент считается. В этом смысле, конечно, проблема привлечения, с одной стороны, капитала для инвестиций, с другой стороны, проблема утечки капитала вместе с мозгами, вместе с соответствующими инициативами за рубеж для бизнес-проектов. Таких примеров много. И мы, конечно же, вот эту ахиллесовую пяту как-то должны, ну, проанализировать и преодолеть. Это и вопросы, там, разрешения строительства, которым мы там из 183 стран на 179 месте, и подключения к электроэнергии на 183 месте из 183, и по вопросам кредитования на 111 месте из 183, и по вопросам многим-многим. Самое интересное, что по многим важнейшим показателям, в том числе и в научной сфере, по патентозащищенности мы тоже очень сильно отстаем, и на этом фоне как раз вот Китай опережающий сейчас всех обгоняет. Нужно понимать, что должна быть на самом деле специальная, ну, программа, это под все, конечно, программу не составишь, но поставлена в качестве цели главной, это изменение атмосферы и бизнес-климата. И я не хочу сказать, что наша открытая дискуссия является главным элементом, но формирование вот этой культуры открытого обсуждения и аргументированного, наглядного, на основе экспертных мнений, обсуждения того, что является сегодня больше всего беспокоящим наше, кстати, молодое поколение, почему нам очень интересно эти открытые дискуссии вести именно на базе вузов. Кстати, я говорил об организации, уточню еще, мы ротируем, мы проводили в финансовом университете предыдущую открытую дискуссию, тоже с выходом в эфир вот в 30 вузов. Мы проводили до этого самой ассоциации, открытую дискуссию тоже с выходом на десятки вузов. И сейчас имеем целью, ротируя соответствующие вузы, там на базе юридической академии, завтра на базе РАЭН, Академии народного хозяйства и госслужбы. То есть мы хотим, и когда проводим какие-то региональные совещания, то там тоже обязательно с аудиторией местных вузов встречаемся, потому что нам надо создавать как можно больше инструментов вот этой прямой обратной связи и вытаскивать, что больше всего нам местах сдерживает, волнует, и какие идеи есть на местах с точки зрения развития экономики, повышения уровня жизни. А мы под призмой это финансового рынка рассматриваем. И реально потом это аккумулируем. И, например, в этом году мы по итогам съезда Ассоциации российских банков сделали специальный сборник, доклад Ассоциации российских банков и разослали всем первым лицам, в Центральный банк отдали. Довольно такой коллективный, очень большой коллективный. Кстати, с помощью интернета тоже он собран. Вот это объем мнений, очень широкий спектр мнений, потому что мы разные дискуссии проводим в разных форматах. Вот надо через такие каналы, то, что называется и краудсорсинг, использовать, и соответствующие трибуны для того, чтобы собирать мнения. Люди, когда сопричастны к выработке решений, в том числе государственных, в том числе отраслевых, они потом с удовольствием их реализуют. Когда они дистанцированы, они не понимают, что делается. Абсолютно верно. Но, кстати, все-таки, когда мы говорим о процессе реализации, то здесь сразу возникает много дополнительных вопросов. Мы сейчас с вами, если не возражаете, послушаем мнение нашего радиослушателя. У нас на связи Николай. Николай, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Ну вот коротко хочу на своем примере рассказать. Первое. Вот какой смысл вообще предприятию, в моем предприятии 7 лет, оно является малым. У меня прирост производства там за последние 4 года от 12 до 20% ежегодно. Но я хочу сказать, что инвестиции в основной капитал, они абсолютно невыгодны. Вот абсолютно просто. Потому что это только увеличивает налоговую базу по налогу на имущество, которая еще и ставка имеет тенденцию к росту. Вот. И поэтому, хотя у меня увеличились основные фонды, но потенциально я в этом не заинтересован. Допустим, есть автотранспорт старый. Вот если я истрачу там на ремонт какого-нибудь КАМАЗа древнего, там 300 или даже 400 тысяч в год, это является нормальным. Оно у меня садится на себестоимость. Но купить новую машину я должен из чистой прибыли. Ну где логика вообще? Как развивать? То есть в итоге я куплю дорогой автомобиль из чистой прибыли, и у меня стоимость его будет высокая. И, соответственно, налоговая база по налогу на имущество будет высокая. То есть не видно смысла никакого. То есть и государство, по-видимому, в этом тоже не заинтересовано. Проще старые фонды ремонтировать, сажать это на себестоимость, повышать себестоимость и так далее. Спасибо, Николай, за ваше мнение, за ваш вопрос. Григорий, на что-то прокомментирует. Да не вопрос, это факт. Поэтому, коллега, и так все очень четко... Крик души, я бы даже сказал. Вопрос в том, что государство может очень четко регулировать, стимулировать либо инвестиции в старье, либо инвестиции действительно в инновации. И это вот счетное, то, что я говорил, это счетная задача. Если я действительно хочу, чтобы у меня развивались фонды, инфраструктура, я делаю одним образом. Если я, наоборот, хочу, чтобы было как было, но главное, чтобы латать дыры постоянно, я буду латать дыры. В этом плане человек все очень грамотно изложил, мне добавить нечего. Ну, в этом случае, конечно, хорошо, добавить нечего. Но вот мы опять к вопросу реализации. Даже возвращаясь к нашим разговорам. Он задавал ключевой вопрос, где здравый смысл? Видимо, коллега был с техническим образованием, потому что в режиме как раз диалога обычно с надзорных, с поднадзорными, регуляторов с подрегулируемыми, там налоговых с уплачивающими налоги. Очень важно, чтобы этот диалог всегда вот был бы на языке здравого смысла и, опять же, убедительных примеров того, что да, это делается, потому что для того-то, того-то это нужно. Вот почему мы стимулируем, допустим, вложение в старое оборудование и не стимулируем инновации? Объясните, объясните. Обычно, знаете, как объясняют? Украдут. Под это дело найдут соответствующую схему. Слушайте, это другая тема. Это уголовно-правовая тема. Куча правоохранительных органов. Объясните тогда, чем они. И потом невозможно перестраховаться на всякий случай. И это разные задачи. Абсолютно разные. Согласен. Хорошо, спасибо. Еще раз, значит, мы прерваемся, послушаем новости на Финам.ФМ. И потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем открытую дискуссию, как путь к открытому бизнесу. Недавно состоявшееся мероприятие 5 декабря на площадке Высшей школы экономики. Я представлю еще раз, напомню еще раз с удовольствием. В студии сегодня Горгин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Ну и у нас осталось еще, как минимум, два записанных выступления. Давайте одно из них вновь послушаем. Значит, сейчас будет выступать Василий Солодков, кандидат экономической наук, профессор, директор Банковского института Высшей школы экономики. Почему же нет инвестиций? Инвестиций, мы сами сказали, нет, потому что нет климата. А что предполагает инвестиционный климата? Одну простую вещь. В экономике должна быть конкуренция. Потому что любая инвестиция, это риск. Инвестор, он на инвестицию пойдет только в том случае, если у него в спину будет дышать конкурент. Конкуренцию, мы сами в нашей экономике уничтожили залоговыми акционами 1995 года. Ее больше нет. Точно так же, как нет и по большому счету ресурсов для инвестиций, потому что они все уходят в дарь светлую, в том числе в виде оттока капитала. Мы сами видим отток 60 миллиардов. И в этом случае надо как раз не снижать ставку рефинансирования, то, о чем мы с вами говорим, наоборот повышать, чтобы сокращать этот отток нормальными рыночными методами. И остается надежда на малый и средний бизнес. Но надежда тоже ведь эфемерная. Вот я дачник, у меня рядом дача, рядом с Москвой дача. Рядом была куча рынков. Что произошло? Их все закрыли. То есть, если мне сейчас надо купить гвоздь, я должен ехать в сетевой супермаркет. Кто заставлял? Причем втрое дороже. Втрое дороже, совершенно верно. Это ведь люди на свой страх и риск покупали там какие-то такие битки, вагончики, брали кредиты. И сейчас в результате мы этот сектор убили. Вместо этого мы будем строить центральную, как это называется, кольцевую автодорогу. Для чего? Для того, чтобы там возобновлять эти рынки или что? Чтобы до супермаркета доехать быстрее было и гвоздь купить. То есть, мы с вами нормальные рыночные инвестиции, когда люди могут их делать на своем уровне, мы пытаемся заменить государственными инвестициями, которые априори свои неэффективны. Посмотрите, что у нас происходило с саммитом ОТЭС, что происходит с Сучинской Олимпиадой и дальше по списку. В результате возникают огромные проблемы и с бюджетом, и с пенсионным фондом, и мы сами не знаем, что делать. И в конечном итоге это все отражается на экономическом росте. Поэтому, с моей точки зрения, если мы пытаемся понять, что делать, то надо, а, ограничить роль государства тем, чем оно должно реально заниматься. Это, а, устанавливать правила игры и следить за их соблюдением. Это интересно, уже о роли государства заговорили. Кстати, я должен сказать в этом контексте, что я чуть-чуть не соглашусь с моим коллегой, конкуренция все-таки у нас есть, и в финансовой сфере, кстати, она наиболее такая развитая. Другое дело, что эту конкуренцию хотят всячески ограничить, урезать. И я всегда привожу тоже довод, помните, советский период, если помните, там все было в дефиците. Когда что-то в дефиците, то всегда и цена очень дорогая, чтобы получить. Другое дело, что там цена была дорогая не столько в стоимости, поскольку централизованно устанавливалось, а возможности. Надо было слишком иметь большой административный или еще какой-то ресурс, либо очень большие деньги, чтобы купить. Вот, если мы недовольны ценой на кредитный ресурс, на соответствующие финансовые услуги, то вопрос в том, что, значит, недостаточные условия конкуренции. И в этом смысле у нас есть, с одной стороны, напирающие на то, что очень много банков, и вот надо, чтобы их было поменьше. А с другой стороны, я каждый раз задаю вопрос, если их много, почему такие высокие ставки, почему такие высокие услуги, дорогие услуги. Другое дело, что мне начинают оппонировать и говорить, но среди них есть очень много, которые занимаются непонятно какими операциями. Но, извините, это опять уже другая сфера. Если они занимаются непонятно какими операциями, то центральный банк, правоохранители, для этого и существуют. Чтобы с этим бороться, только это не повод для того, чтобы там количеством определять. Количество – это как раз условие для нормальной конкуренции, и цена, цена товара, она как раз определяется. В этом смысле, конечно, я с Аладковым согласен, что у нас недостаточная конкуренция, но она, тем не менее, присутствует, по крайней мере, на финансовом рынке. И в этом смысле банковская система, и с точки зрения своего регулирования, и с точки зрения своего, в общем-таки, осуществления своих функций, одна из самых развитых в нашей стране, она как раз потому и выступила локомотивом развития рыночных отношений со всеми их перекосами. Так что здесь я хотел бы оправдаться немножко. Согласен, согласен с вами. Ну, и, кстати, по поводу перекосов, ну, странно было бы видеть, да, за 20 лет, и мы поднимаемся с нуля практически, и чтобы не было перекосов. Хотя это тоже не оправдание все же. Это не оправдание, но если сравнивать не то, что за 20 лет, каждые 5 лет мы такой скачок совершаем. А если сравнивать с 90-ми годами, вообще ничего близко, просто невозможно сравнить, потому что 90-е годы и сегодняшнее состояние финансового рынка, это не будет. Нас раньше вообще просто как дикарей воспринимали на внешних финансовых рынках. Сегодня мы реальные участники и часть мирового финансового пространства. И это всего-навсего за какие-то короткие сроки. Григорий Анатольевич, еще у нас есть одно выступление Александра Муровичева, но тем не менее, прежде чем мы его включим, я хотел бы все-таки пару слов от вас услышать по поводу тезиса Василия Сладкова касаемо малосреднего бизнеса. Малосредний бизнес как раз должен стать основным локомотивом и драйвером роста, потому что он в себе несет самые лучшие условия для конкуренции, ибо он диверсифицирован. В этом смысле для сравнения скажу, в Италии 80% ВВП создается малым и средним бизнесом, и экспорт обеспечивается малым и средним. У нас всего 12% ВВП это малый и средний бизнес, у нас совершенно недостаточно. И причина на малом и среднем бизнесе ярко видно, бизнес-климат какой, потому что малый бизнес без административного ресурса обычно. Он наиболее чувствительный, он как лакмусовая бумажка, действительно. Я могу выжить в этих условиях или не могу выжить в этих условиях, потому что мне никто не поможет, как правило. Согласен. Ну что ж, давайте тогда четвертое выступление. Александр Мурычев, исполнительный вице-президент Российского Союза промышленных предпринимателей, президент Совета Ассоциации России. Да, без сомнения, я лично поддерживаю сейчас действия регулятора, связанные с ограничением объемов выдачи потребительских кредитов, с дальнейшим резервированием необеспеченных кредитов. Потому что на фоне действительно программ, которые действительно дали результаты, связанные уже с позицией Центрального банка, у нас темпы роста потребительского кредитования небеспеченного стали снижаться. Действительно, это так. Но на этом фоне стал рост, так сказать, фактически дефолтных пролонгированных кредитов, необеспеченных кредитов. И это, конечно, очень тревожит. И в этой связи я считаю, что Центральный банк действует совершенно правильно, профессионально. Надо предпринимать экономические инструменты для цели, прежде всего, снижения объемов необеспеченного кредитования и работать с дефолтными активами. Потому что этот рост объема большой. У нас, помимо этого, огромный еще баланс некачественных активов, который висит на балансах банков, с которыми нужно заниматься, расчищать эти балансы. Европейцы, кстати, этот путь уже практически прошли. Мы только к этому подходим. Поэтому риски здесь есть. Да. И Центральный банк две альтернативы предлагал. Выбрал сейчас альтернативу по ограничению ставки. Но пока Государственная дума не очень соглашается с этим. Но два варианта, знаете какие. Один DTI ограничить, то есть, чтобы долговая нагрузка все-таки учитывалась на заемщика. Второй вариант административное ограничение с коридором. Там плюс треть, 33% от средней ставки. Но там возникает вопрос, как среднюю ставку оценивать. То есть, какие-то варианты, да, потому что когда среднюю ставку оценивают, допустим, по первым пяти, помните, по вкладам у нас было ограничение депозитной ставки по первым десяти банкам. А из первых десяти пять вообще не хотят привлекать вклады, депозиты, они им не нужны. И в результате получалось, что у них запредельно низкая ставка, средняя ставка опускается еще ниже, а потом распространяется на все 900 банков. Это было нелогично, поэтому здесь вопрос методологии оказывается определяющим. Но тем не менее, скорее всего, что будут идти по пути сдерживания процентных ставок через вот такой коридор ограничений. Во многих странах это есть, но во многих странах нет такого теневого рынка банковских услуг, в кавычках банковских, какой есть у нас. И подобного рода сдерживание может выталкивать нашу клиентуру в тень, причем не только в тень, но и почти в криминальный сектор. И вы видите все эти вывешенные объявления в метро, на столбах, на заборах, там в интернете. Это гораздо больше должно вызывать беспокойство, потому что у нас соизмеримый масштаб теневого рынка, чего во многих странах, которые позволили себе ограничения, в общем-таки нет. Потому что там ни один серьезный человек не понесет свои деньги давать абы кому. Ну и вот, собственно, мы коснулись наиболее актуальной темы. Вы 5 декабря это обсуждали, прошло пару недель, и уже есть результаты. Прокомментируйте, пожалуйста, Галина Юрьевна. Какие результаты? Я имею в виду, что все-таки уже сдвинулось обсуждение, по крайней мере, уже решения какие-то есть с точки зрения ограничения потребительской литературы. Сейчас законопроект уже прошел в два чтения, и я думаю, что он будет принят. Это, конечно, существенный шаг, но введен в действие он будет где-то в середине будущего года. Это очень важно, потому что правила игры на таких фундаментальных сегментах должны быть очень четко определены, причем с учетом баланса интересов всех участников. С одной стороны, нельзя ущемлять кредитора, потому что кредитные организации, в свою очередь, сами являются заемщиками своих клиентов, а с другой стороны, нельзя ущемлять клиентов банков, потому что это широкие кроки бизнеса и физических лиц. И вот этот баланс интерес законодатель попытался улучшить, тем более, что 10 с лишним лет этот законопроект готовился. Я не знаю, как с точки зрения реализации закона будет он работать, конечно, на бумаге одно, а в жизни несколько. Ну, пока мы видим всего лишь на бумаге, вы как оцениваете? Я считаю, что там очень многие моменты учтены в позитивном плане, и баланс все-таки в большей степени учтен. Спасибо, я понял. Спасибо огромное, спасибо огромное. Ну, здесь мы будем, к сожалению, заканчивать наверняка, потому что времени у нас совсем мало. Я еще раз напомню, мы обсуждали сегодня открытую дискуссию, как путь к открытому бизнесу. Это мероприятие, как Григорий Анатольевич обещал уже, будет регулярным. И мы, я так понимаю, что периодически будем встречаться в этой студии, в том числе и обсуждать его результаты. Спасибо огромное, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.